крещение церковь мы уже говорили просто еще вы должны понять что это одно из учений о крещениях и крещение моисея мы совсем чуть-чуть коснемся в море в облаке это чисто информация переходим к такому последнему главному крещению огнем это помните три крещения для спасения без этих вещей спасение не бывает это очень так само критично потому что люди спорят по-разному кому сколько нужно крещение я когда исследовал для себя вопрос вот эти первые три крещения это нужны необходимые сто процентов чтобы спастись нам язычникам а другие там два или больше это для духовного роста и познания как бы человека сейчас секундочку не сам приставить почему-то компьютер значит крещение огнем я тоже в этой области мало встречали вообще учений на эту тему но живя в жизни я обнаружил вообще задавал богу вопрос для почему ты мат моя жизнь такая вся ты как будто бы бросаешь меня из одной ямы в другую помните когда даниил в яме с альвами мне было много нет времени но с детства как-то так было что я русским то суд мальчиками меня бог что помещал какие-то определенные ситуации мои друзья церкви нас было 7 друзей хороших но все не жулики были я с ними тоже как чуть-чуть немножко но они мне называли папу такая в армия не 7 раз сажали от следствия за отказ от присяги я не вылазил практически из этих всех мест не столь отдаленных женился на елене отведите повезло мне я шучу ты ухожу чтобы не слышал но моей жизни много было таких событий которые как знаете у тебя души доберет вот так то в огонь то воду у меня алексишка два раза умирала . то что она осталась живая это вообще чудо подтвержденное докторами я так переживала этим два момента как будто бы сам не умирал у меня жену 7 раз спасали из смерти не такая болезнь медицин здесь не знает то что она сейчас прожила так долго это вообще она ходячий чудо мне нет главного гормона крови который регулирует красные белые тельца это что она еще такого состояния служит украинцам когда другие вообще не хотят я вообще на нее смотрю думаю хорошо что едет она в моих глазах герои потому что мы его раз ну я я крещение огнем когда у человека особенный путь это значит у бога есть особое призвание как мы это определяем вот крещение огнем как раз есть такая область знаете есть такие мирские допустим как закалялась сталь вы знаете как закалялась дамаска стадать историю проходит специальную обработку то есть чем сильнее станет тем сильнее оружие чем сильнее личность человека тем больше он может сделать для бога эти сильные великие я почему люблю изучать биографии биографии сильных я не изучаю слабо ну согласитесь мы все с удовольствием идем за сильной личностью чем за слабо жене хочется чтобы муж был сильный способный заработать обеспечить мужчина с большой группой но так вот она по жизни и обычно люди которые крещённые огнем это особенные люди это особая печать увидела горит на лбу их печать от господа и вообще наш народ вообще многострадание если вы заметили вот наш народ я не разделяю простите у меня и украинская кровь и русская я имею право так говорить как бы и у меня еврейской всякое и из вот наши народы кому-то вы проходят через огонь постоянно то революции 70 лет каких-то гулагов то еще какие-то на нас как будто нас воспитывали для чего-то другого пристройка хорошо я смог драпануть драть оттуда ну во что она переросла потом сейчас не поймешь докажется это но это привело меня к размышлениям что особенных людей бог почему будет огненного искушения не чуждайтесь для испытания вам послали это петр пишет и вы смотрите давайте возвращаемся вот иисус христос когда пришел к иоанну я сказал такую фразу я крещу вас в воде в покаянии уже пока я не говорили крещение покаяния но идущий за мной он сильнее меня он будет крестить вас первое духом святыми и второе домами и огнем значит я думаю что крещение огнем для каждого христианина просто мы не любим его ну кто любит впадать в искушение кто любит терять я в 2008 году потерял шесть домов по миллиону в 2009 году у нас забрали церковное здание пять с половиной шесть миллионов долларов против хорошей благополучной семьи не должно быть такого ваш раб чуть не похоронил собственно жену несколько раз да я могу рассказывать много таких и это вопрос возникает господи а должно ли быть такое вообще у верующего человека я уверен что каждый раз когда вы попадаете какую-то проблему одни у меня есть друг больше с ним не дружу он дулю богу показал вот тебе я служить тебе не буду не буду называть его имени чтобы не комплиментировать до сих пор служит богу эта церковь с 1200 упала на 50 после этого только у него после этого многое он потерял почему не выдержал испытание которое он на маленьких переживал так рассердился на бога что дулю показал как бы вы так никогда не делайте я не для этого рассказываю испытание она практически бывает у каждого человека и смотрите он будет крестить вас духом святым и огнем два крещения еще одно смойдет возвращаемся духом святым мы говорили а вот огнем значит крещение во имя отца сына и духа святого я когда изучал писание я понял что в это крещение во имя отца это и есть огненное крещение потому что даже ветхом завете пророк или был восхищен на огненной колеснице даже в ветхом завете очень много примеров когда бог вот проводил людей через огненное крещение вспомните допустим даниил и саха сидрах я вот и на когда их бросили печку огненную и когда все кто не бросали сгорели да а их до желания когда вышли даже запах дыма не было и когда заглянули там сдали космой там когда четвертый подобный этот ангел уходит между с ними в этом раскаленном пламени то есть крещение огнем она была и в ветхом завете она просто помогает нам понять что бог имеет ввиду когда он будет крестить вас огнем там ниже написано лопата его в руке он очистит гумно на самом деле что имел ввиду вот дух святой когда говорит он очистит значит огненное крещение это процесс очищения христианина от всяких примесей когда мы приходим к богу мы приходим такие как есть бог любит даже грешника особенно кающегося и не сразу христианин становится прям таким ангелочкам с крыльями это процесс времени чем больше человек находится в печи у бога тем чем больше золота будете как золото огнем очищенное самок написанная помыла 7 слов серебро 7 раз очищенная печи то есть очищение везде ассоциируется с огнем не удивляйтесь когда вы смотрите на христианство из можно поразиться его нужно же пол не поразил это вообще здесь люди ходят церковь ну не у нас не же не за нашу а вот бывает смотришь ты чаще ягод верю бога а сам ну вор будьте осторожны не все-таки добрые как елена елена отдает все что имеет а здесь все в основном забирают что у вас есть вот пойдешь на работу потому паразитом сказать я в церковь такой-то хожу как я буду поразить зарплату не дает если вы будете строить дома можно деньги не заплатить здесь таким паразитом даже больше чем но добрых людей еще больше на кого попадешь дает есть люди которые они не прошли школу они не сдали экзамен огненное как крещение огнем обычно проходит происходит у людей искренних которые искренна я помню когда я помолился богу и господи вот если тебе что-то не нравится во мне ты меня очищает я как раз так горел боги лучше меня так не молился они проблемы начались после этого как будто бы я найдет действительно увиделся паразитом я я верующий был ну как бы мама подходит василий ты хоть такой гордец обиделся на маму так сильно пришел в тайную комнату молись господи докажи маму поразить говори это шучу одни и болезни почему не мама так вот считает что я гордый что я жестоко на подходит моей жене и говорит он тебе не бьет мы уже пожелались мама как ты можешь такое говорить у моей мамы мнение обо мне ну я был в молодости на такой был просто я не видел этого мы все часто заблуждаемся думаем о себе что мы крутые а в нашей жизни полно всякого мусора который бог хочет очистить из нашей жизни и вот когда мы становимся верующим пришли мы часто слышим что бог любит грешника бог любит да он но он не любит грехи бывает притащили с собой весь этот мешок любимых грехов возьмем допустим да допустим у человека есть любимые грехи когда он верующий а он не хочет оставлять для допустим сребролюбия но у нас это здесь обич такой почему денег много заработать возможность есть люди перестали ходить церковь если вы узнали сколько людей перестали служить богу выборы за голову схватились и почему это происходит что люди они не позволили духу святому очистить свое сердце от привязанности греховным каким-то у одного допустим похоть и он входит он как то что нормально бог женщин красивых сотворил чтобы на них смотреть не когда-то господи но все равно же написано посмотрел с вожделением уже прелюбодействовал ну так христос кого-то даже не не ветхий завет да по колено его что христос сказал бог сотворил красоту чтобы ей наслаждаться и он так вот думаю да если понимаешь что христиане сегодня даже не дали богу шанса не на грамм чтобы очиститься от мирского дружба с миром написано вражда против бога да а у нас современной церкви учение что с миром дружить надо как бы ну я перекоса говорю да и вы знаете лопата ему в руке его начистит гумно сердце человека это как знаете вот это по нашему будет верхаус нет понравится по нашему а по вашему это будет складная надели кладовка кладовая где все склады сердце человека это как кладовая где в ней есть все как у моего соседа был сарай а у моего отца была кладовая зайдешь что там у него будет я сам складывался по порядку как у немцев до кого ты разумно гордишь да амбар да вот сердце человека бог сравнивает с чем-то таким вы знаете то есть одного так накидано зайдите в гараж регулярным американцам не не все те повезло лишь бы все разные да вот люди как бы да и вот это гумно как этом году очистить его у каждого сердца мы люди которые умеем очень красиво скрывать что у нас мыслях сказать что у нас сердце какие желания ну мне вот такой вот вот василий посмотришь через три года будут ваши украинцы служить богу они же золото деньги зарабатывать так говорят ну за за вас да вот внешне почему думать не я вас верю не сдавай не сдавай пожалуйста тогда мы друзья навеки наша дружба проверить через три года хорошо что то что делает огонь огонь он сжигает все то что не нравится бог возьмет характер допустим вот когда кто-то женился пример знаете такой был хороший оказался зубастый такая была прям красивая буду смотришь это ближе сталкиваешься человеком церковь пришел плачет сопли пуска богу служить хочет через время сможете поперну полезла характер он не только закаляется в огне характер он очищается и многие верующие никогда не позволяли духу святому сделать две вещи очищение и закалку сильные христиане это те кто в огне закалились а честные добрые христиане до тех кто очистились не удивляйтесь если среди верующих вы будете видеть таких паразитов которые совсем нам не братья не сестры есть люди которые ведут двойственные образ жизни человек с двоящимися мыслями знаете есть разные люди которые говорят что они верующие христиане но они абсолютно и близко даже не соответствует стандартам бога если вы читаете заповеди христа пример блажение такие блажение такие нечто было если вы читаете библию допустим не вы блудник никакой пьяница никакой там но царство божие не наследует ну и опаньки а сейчас же по-другому люди верят и ты понимаешь что правда она где-то вот у бога но не у человека точно да но для того чтобы таким стать сделаться нужно сперва согласиться с доктрине бога христа и 2 нужно согласиться чтобы поместили в огонь это как знаете горшечник когда он создает какую-то любую форму сосуды или может быть раньше эти скульпторы делали из глины знаете до нашей пор дошли глиняные там всякие изделия из вавилона и прочее 4000 лет почему потому что их в конечном итоге художник он закалял бы обжаривал да будет жарить меня бог так по этой жизни прогонял через огонь и воду я вам скажу честно из меня бы не получился миссионер это вторая часть моего служения если бы бог не проводил через огонь потому что быть миссионером нужно любить бога и любить людей я ночью проснулся сегодня темного мрачного чуя еду опять на миссию я вам скажу честно признать я не люблю ездить это ну очень много нагрузки много потери на финансы и от ночи обычно за подходит так стучится будет я думаю что я опять нужно дома так хорошо жена под боком крыша дом нормальный друзья в гости приходят шашлык жарят черт черт не жить да чтоб я так жил а приберла ехать честно нужно быть в три страны потом веселку василет не живется тебе спокойно и лесом я вам расскажу мысли мои так как бы слух да об этом не надо все-таки поеду по проповедую пусть даже десять человек примет христа пусть один даже там когда сотни то вообще хорошо изменится жизнь судьба поменяется в царство божье попадет и уже когда так начинаешь думать и у тебя как-то уже крылья ну растут да все снова себя нужно самоубеждать немножко да но когда вот в сердце больше эгоизма возьмите эгоизм допустим больше всего христиан уничтожил эгоизм я не говорю за неверующих людей за землю там вообще это поражено общество люди живут для себя для своего как бы почему человек не может стать служителем потому что он не позволил духу статус сжечь в себе всякое присутствие эго для того чтобы любить ближнего нужно что-то больше посмотрите мы верующие надо мужья жен жены мужей недодубливают а в церкви чтобы я с ним сидел на одной скамейке еще это слышу такие люди понимаю что мы очень несовершенные люди понимаете да у нас есть любимчика есть здоровые сильно презираем этого я говорю за христианство я не говорю за мир да мире там вообще кошмар да и вы смотрите вот крещение огнем оно очень необходимо важно для каждого уверующего человека запишите следующий первое послание петра 1 7 дабы испытанная вера ваша смотрите вера это немножко другой предмет но она тоже подвергается испытанию огнем дабы испытанная вера знаете почему покаялся человек пришел богу сможешь через 10 лет его году ванчик сдуло у него или вера кончилась или желание или посвящение жертвенности нету дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего но огнем очищаемого золота похвале и чести и славе явление иисуса христа смотрите наша красота когда мы предстанем быть богом будет измеряться в силе огня пропорционально через который мы прошли еще раз повторюсь что большинство христиан не хочет этого огня и я тоже не хочу я не люблю когда меня бог помещает в очередной раз какой-то надо ведь она давать тебе нужно еще вот избавиться от вот этого у тебя такие мысли там другие трети когда бог что-то помещает и все что остается если ты хочешь если ты честный господи сожги уничтожь господи освободи меня от этого греха особо не меня от гордости освободи меня вот я вспыльчивый характер нужно называть вещи своими именами цель бога сделать из нас золото вы знаете что кто был на небе и там улице из чистого золота кто читал откровения 21 главу там всю из драгоценных камней и чистого золота написано туда не еще войдет не что преданное мерзости и я не знаю как это ну строго вообще дорог как бы богу не нравится лживые христиане алгут ой мама ты моя даже сами себе умудряются заметили не что преданное мерзости и лжи не войдет ноги по разбодяживают как бы христианство пытаются стыке это все нормально я со своими тараканами заеду в царстве божьем еще выше тебя буду сидеть ничто преданное мерзости уже туда не войдет как категорично бог да в этом то есть испытание она для нашей пользы но для нашего и спасение жизни в вечной и есть такой вопрос о котором мало говорят христианство награда может быть слышали и вот грелят господь и награда его в руке его награду обычно спасение это дар божий а награда это от того что делал человек живя в теле вот почему нужно служить богу потом следующее запишите первое послание петра 4 12 я уже говорил возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждает чуждаться значит это убегать чуждаться это не хотеть как включение для вас странного я тоже раньше думал что это странно я стал верующим я раньше сильно верил в обетование божие и и сейчас верю но когда я обнаружил что кроме обетования и благословения бог иногда мне когда сплетки по одному месту хорошенько ну ничего себе господи она это за что он зато и объясняет тебе в мудренько что ты неправильно делаешь в жизни ты должен освободиться от этого очиститься понять если каждый христианин будет позволять духу святому очищать нас согласитесь церковь станет настоящие чисто без пятна и порок вот такая цель у бога да смотрите теперь я кого 112 блажен человек который переносит искушение потому что испытан он получит венец жизни оказывается венец жизни тоже связан с испытаниями то что с нами сделали в америке всякие паразиты понаучили разным ненормальным учением разрушили жизни многих моих хороших друзей и так жалко смотреть как живут мои любимые которых я люблю у меня такого отца 250 нас человек на племянников смотрю некоторых может вы видели этого господи только чудо может спасти род моего отца и пошли людям нравится жить вот как паразит где нравится жить такой неправильной жизнью а он говорит смотри блажен человек блажен да благословен то есть все благословения обычно приходит как и его помните все потерял забрал ли у него овец забрали у него верблюдом украли погибли его дети дома вся стихия разрушилась сидит еще в проказе чешется группе господи да за что мне самый благочестивый человек востока дабы испытанная вера твоя было драгоценнее золото 7 лет теологи говорят он сидел с штрихом этим штрихом свою пропазу проказу а потом нем раз в нем оказывается вера оставалась бы не чьи-то глаза мои глаза увидят господа у него гавань был правильный дух и он прошел эти испытания потом нам за них благословил бог в два раза более дал ему богатство чем до того и благословил такими красивыми детьми что дочери были самые красивые дочери востока читаешь когда последнюю 42 года я так думаю испытание не хочу благословение господи давай побольше смотришь считаешь вот давид даниил любой возьмите все проходили через горнила вот такого искушение испытания огонь ну я думаю давайте мы заканчиваем на этом что тем обширная в общем-то пошел для злого и меч осталось так мне же еще нужно о крещении в церкви чуть-чуть о водном крещении и там один из пунктов 5 крещением церкви да вот смотрите но когда учение о крещениях вы должны знать кто кто повторит вот первых мы уже сколько назвали 3 до 3 для спасения кто повторит а давай огнем для спасения души человека хорошо теперь мы переходим для духовного роста два таких крещения первое из них крещением церковь я допускаю и верю что без церкви можно спастись особенно если человека нет возможности живет где-то на севере или там я не знаю на острове как робинзон круза построил для церкви знаете вот для счета ты один на острове отец две церкви могут в этом водам которую я хожу на другая не человек которую не хожу вот так скучал за церковной жизни крещением церкви дорогие да смотрите вот эта школа для каждого верующего человек я верю что только посвященный люди могут на всю жизнь войти в завет брака из первого брака сейчас и быть верным жене или мужу всю жизнь и то же самое дорогие церковь иисуса христа я думаю если когда иисус сочетается со своей невестой церковью то это будет на веки веков ему не будет скучно с нами и зайти вот для многих хождение в церковь это как знаете вот на крест христа пробивать у меня такого было в молодости только но у меня много друзей и откровенных поселить и фанатик большинство моих друзей молодости церковь не ходят на какие друзья но я говорю с таким я дружу плохое они не ходят церковь да и я часто думаю об этом вопросе у моих друзей если сравнить половина детей наркомана у одного гей 2 лесбиянка моих друзей один на гавайях родин покаялся но был кончен алкоголик у моих друзей одного-две семьи он туркис 1 во флориде 1 здесь у моих друзей вам решать дальше или нет вообще но это друзья которые не ходят церковь как у робин зону и я когда смотрю на эти вещи да мы когда в молодости сидели и спорили нужно служить богу или не нужно я все доказывал что прошли 40 лет и опыт показывает что те кто спорили что не нужно сидят у разбитого корыта как бабка знаете вот и сказки золотая рыбка и задеваться благословенная семья благословенные дети друзья хорошая церковь это в основном у тех людей которые выбрали правильный путь моя жизнь показывает вот на молодость очень много спорили у меня есть много родственников из большой церкви вот у свояки мы сидим и спорим как жену нужно один говорит нужно в ежовых рукавицах держать и мы проживем то есть лет посмотрим ленин брагать тоже будет нам с самого начала на место поставить ребята с какой думы вы свалились а жена любить надо и мы спорили спорили видать так поживем и потом мы все это видим по поводу семья такого одного меня осталось потому что правильное основание это любить любом есть знаете основа всего и кто что доказывал все произошло как доказывал семьи разрушены и я почему вы туда говорят вот здесь теология проверенная жизнью а есть теология выдуманная придумана или под даже посеяно бесами в мозге человека я сторонник будь думающим человека ты господу нравишься думай выбирай то что правильно думающие люди они всегда докапывается до истины находят правильный путь и потом получают благословение от бога а кто посмешностью делает грехи или там или что как ломается всю свою жизнь даю смотрите крещение в церковь кто-то я даже сам стал допускать мысль что хождение в церковь не спасает ну так говорят предхождение церковь не спасает это правда церковь нужно ведь церковь и нужно жить церковь это моя семья вы знаете что семья бога на земле это церковь иисуса христа и к церкви нужно относиться как возлюбленные я заметил люди которые которые даже бывает обзывают фанатиками не более благословенные но если бы мне предложили поменять мою жизнь на чью-то торги я бы не согласился я бы с удовольствием проходил все эти огненные искушения испытания заново предложили бы сегодня пройти путь и более легкий предложили и тот который я прошел я снова бы пошел по тем путем на котором почему конец он показывает что есть великая награда есть благословение от того что мы выбираем правильный путь и вы среди крещение в церковь мы с вами читали вместо которого 1 коринфянам 12 глава 12 13 стих и дальше все прочитаете и что такое крещение в одном тело церковь потом есть другом месте немножко написано что христос глава а мы тело но я наверно закончили тему знаете чем вот давайте возьмем образ церкви в деянии святых апостолов вы верите что ученики были самые правильные не всегда и не все но что они создали для нас они авторитет основание апостолов это и есть учение которое мы сегодня проповедуем да а то что сегодня люди динаминации сделали на земле тысячи это все эгоизм человеческий и ненормальство церковь она одна динаминации не было запомните она впервые начала называться христианами это единственное что вот было название в первой церкви это уже потом католики себе православные себе и пошло-поехало разделяться но смотрите вот давайте просто прочитаем деяния святых апостолов четвертая глава 32 37 после образ церкви которые создавали апостолы у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа не нравится не нравится никто ничего из имени своего не называл своим вот это мне уже не нравится если мне придется сдать в церковь все что я заработал со всю жизнь ребят даже банка честно да вы не против ну мы сейчас за вас говорит никто ничего из имени свое вообще фантастика вот это ну это такое такое на небе только может быть не знаете когда бог и все мои твои акады и никто ничего из своего имени не знала назвался садим это образ perfect такой церкви которые вряд ли мы увидим на земле сегодня кто-то это мы так сделали же прошло думаешь вернуться к этому у меня есть хорошие примеры вы слышали дуба вальтеровцы отстали от жизни в канаде есть одно движение не с находки выехали вальтер я знаю то есть он построил коммуну а не 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 сейчас они там живут они создали такую мощную коммуну купили 300 кров земли женщины пашет все джерно так она даже знаете это наши пятидесятник и а мужчины все сели на траке ездят по канаде но у них общая казна кроме общей жены складывает вместе и потом вальтер распределяет кому сколько знаете вот нужно да и знаете до сих пор они не развалились вот уже 30 лет у меня двоюродный брат фамилия тиченко уехал с германии тоже создал коммуну в канаде подобное продай мне надо съездить посмотрите не разделились ли они еще когда имущество не это было у коммуниста в колхозе давайте мы прочитаем картины вот это вот оригинал вот это вот совершенство я даже скажу я к этому не стремлюсь уже столкнулись а друг другу шишки набили когда пытались вот такое делать все у них было общее апостолы же с великой силою свидетельствовали то есть апостолы если духовное служение работали вся община как бы у них вот она и обеспечивал и великая благодать была на всех их это было только первое время не было между ними никого нуждающегося никого нуждающегося ибо все которые владели землями домами продавали их приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов и каждому давалось кто в чем имел нужду то что ты грамм так и оси я прозванные апостола варнамы что значит сын утешения так утешил сердце павла когда продал землю принес все деньги к ногам то как прям утешение он пережил что значит сына утешения это левит родом киприянин у которого была своя земля продал ее и принес деньги положил к ногам апостолов и следующая глава помните как начинается и мы назвали няша и сапфираша решили повторить опыт и чем закончилось помнили вперед ногами вынесли не получилось вот вот образ современной церкви сейчас если знаете на всех убить надо так вот по идее живем тупом благодати божьей так как бы ну ладно давайте мы закончим от крещением церковь первую часть которую вы записывали раньше соедините сюда хорошо я уже время экономлю и мы поймем почему человеку нужно крещение в церковь это учение христа и последнее наверное вот смотрите крещением моисея наверное будет самое интересное тоже об этом вообще никто не говорит один нас ледяев заик ну все-таки очередь камнями не побили по-моему это дело но мне он нравится как первопроходец но не нравится когда он в обращение впадает но он радикальный человек я вообще уважаю смелых людей которые не боятся идти против течения то есть против движения великий человек да и вот он однажды об этом обмолвился но потом его так критиковали но потом позже обмолвился и за правительство такое церковь правительства там там за мировой порядок он явно что он перестарался это невозможно на земле коррумпированной ну смотри давать о крещении моисея дело в том что в библии написано я не записал это место кто помнит где написано все не крестиво нашел значит первое коринфянам запишите 10 глава с 1 до 6 стиха здесь пишется опять пропустил урока а сегодня везет записались хорошо сваде 1 коринфянам десятая глава с 1 до 6 не хочу оставить вас здесь братья и сестры в неведении что отцы ваши все были под облаком все прошли сквозь море и все крестились в ма и сия в облаке и в море здесь подчеркивается три таких крещения все ели одну и ту же духовную пищу и все одно и то же духовно питье и били из духовного последующего камня камень же был христос но не о многих из них благоволил бог ибо они поражены были в пустыне все это было образы для нас чтобы мы не были похотливы на злое как они были похотливы значит смотрите здесь немножко так скользко немножко говорится ну вот возьмем допустим крещение мазей вы все крестились мазей что это такое вообще я раньше боялся об этом думать но потом как-то углубился немножко поразмышлял знаете вот слове божьем есть такие вот знаете вот моменты вот примеру что такое церковь иисуса христа но церковь иисуса христа нас строится на файфолд менестри называется вот апостолы пророки учителя и англисты и пастыра это вот основа церкви на чем как база строится да ну так где по-библейски ну а там уже дальше различные дары и прочее и вот в каждой церкви есть лидеры или служителя на допустим из разные структуры одни чем человек амбициознее то все строится вокруг одного человека почему вот я считаю в украине такие служения как мутяна и там сандрия делажа они рушатся почему потому что неправильная структура от начала мы вначале когда изучали еще 90-е годы мы думали интересных почему не такой успех сильный и позже когда мы сталкивались с тем что на земле много разных структур есть структуры человеческая и структуры более или мне заставило думать о возле как вот твоя структура в церкви должна быть я заметил когда церковь строится на одном пастыре это очень опасно это очень опасно у нас в церкви проповедуется командное служение чтобы вы знали меня сегодня не будет времени говорить а я попозже может быть я вам преподам это что-то структура церкви но церкви которые избрали не совсем правильное такое направление обычно нам рождаются или диктаторы или вот доминантная церковь я дружил много с разными пасторами и многих уже церквей нет почему у них была неправильная структура мне нет времени много рассказывать да моя жизнь это как бы мой опыт как говорится да вот как и обид за мои года моё богатство и я для себя всегда думал господи а как построить правильную структуру и знаете сейчас немножко не структуре а я пришел к такому что у каждого человека должен быть пост и знаете мне нравится структура вот проповедует наш пастор лес буллинг тоже с ним познакомился он интересно очень учит у каждого человека должно быть три типа горит служителей и друзей если я хочу состояться как вообще духовная личность что послушайте очень внимательно если вы это усвоите вам это будет большим на весны первое говорит у всех должны быть павлы по апостол павел у каждого из нас должен быть авторитетный человек которого мы почитаем и у которого мы учимся обычно нужно очень аккуратно не не выбирайте себе обращенных людей не выбирайте себе там амбициозных будьте осторожны если человек он диктатор или там доминантный все эти вещи избегайте это очень опасно это очень опасно настоящий служитель он пасты знает голос овец своих он готов положить душу свою за то есть есть правильный образ служителя есть но сегодня много неправильных образовывать так как многие пришли из мира и не знают какой то он должен быть не осталось 3 минут вау ладно она быстро хочет назначить 2 это должен быть соратник это варнавы у апостола павла везде мне мы читаем деяния апостола с ним рядом ходил помните кто варнава что такое соратник соратник этот человек с тобой на 1 1 уровня очень тяжело договориться с человеком даже павел однажды разошелся вспомните с варнавы из-за кого помните из-за марка потому что марк не слушался павла и павел рассердился и выгнал его хотя марк потом похоже написала евангелие ему видно помогло пинок под одно место чтобы задуматься что он он позже снова выходит на арену но потерял несколько лет выбыл из служения марк нет ни про тебя и почему человеку нужен обычно очень хорошо когда муж и жена одна плоть очень хорошо когда мужчина вместе они развиваются вообще духовно и на одинаковом уровне такое бывает скажу редко но это счастье если муж и жена они вы достигли этого в гармонии называется и они могут друг другу помогать корректировать делать замечание даже но в служении вы знаете очень хорошо я ценю когда знаете вот я так благодарен богу что у меня пастор лесборлинг стал моим мастером уже около 30 лет он не каждое воскресенье присылает письмо text message такое мало кто способен на эти вещи но у меня очень много друзей пасторе с кем я вот как сара знаете вот как бы кто не знает историю нашей церкви у нас было разделение и до этого у нас было 7 пасторей ну доктрина она рухнула когда мы сильно возомнили каждая себе и стали гордо меня два таких было периода в жизни серьезные падения произошли и я переживал неправильные делал действия делал и мои друзья почему когда мы соратники очень трудно почитать один другого в общем себя сколько я знаю церкви в америке создавали такую структуру где 7 пасторей обычно не заканчивается разделение почему потихоньку если гордость крадывается хотя бы в сердце одного человека будет разрушение это возможно только на идеальном уровне я может проповедовать топлив такую это когда люди ничего своего никаких амбиций человек мертвый для себя а живет только для другого сегодня это очень трудно найти но в оригинале апостолы жили так вы знаете но они ведь они смогли богатство свои оставить они смогли принести все свое имущество церковь они смогли вот они оригинал для меня лично в наше время такого не встретишь и третье что нужно каждому верующим человек ученики ученики у христа были ученики это обычно следующее поколение которое несет евангелие дальше учеников были ученики тимофей это третье поколение служителей тимофей это ученик апостола павла знаете вода но вот он ему пишут ведь то что я тебе передал передай и другим которые свою очередь могут передать и следующем ученичество это процесс передачи почему христианство сохранилась до наших дней потому что кто-то слава богу смог передать кому-то евангелие и но мы сегодня стоим каждый перед моментом когда нам тоже нужно передать смотрите когда у нас есть пастор или опекун или наставник или учитель очень редко вы услышите от пасторей что у них есть наставник основной пяткой в грудь себя бьет меня слушать а почему это происходит гордость нам опять же возвращаюсь славянам очень трудно кого-то назвать учителем или же своим наставником или пастором и заметно что в этой области христианство сильно потеряла вот крещение в моисея это крещение служить в мире закончилось мои простите да еще раз повторю у каждого должен быть учитель наставник старший пастор когда вы может споткнетесь он поддержит когда вы неправильно сделаете может влечить это это очень полезно но он сохранит у каждого человека должен быть сотрудник это с кем ты служишь господу и у каждого человека обязательно должны быть ученики значит почему сегодня так мало у нас учеников объясню мы не прошли этот процесс сами там нужно все иногда начинать сначала и признать не только авторитет высшей бога а чей-то авторитет кого бог уже помазал только так развивается церковь и растет духовно помните говорю есть три крещения для спасения а есть для духовного роста он поставил учителей апостола для чего для назидания церкви доколе все не придем в меру полного возраста христова и чтобы нам не быть больше младенцами все я на этом заканчиваю да